Дмитрий Снегирев с нами на связи по телефону, военно-политический аналитик, наш постоянный эксперт. Мы рады вас слышать. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Да, говорим мы сейчас вот с коллегой о ударах в районе российского Туапсе, военного аэродрома в Морозовске, если быть точным. И вот как раз таки то, о чем я говорил, что Минобороны РФ, они говорят, что все дроны мы сбили, ну как я шутил, да, или нефтебазой, или заводом. И в этот раз тоже так произошло. Аж 75 БПЛА, по крайней мере, вот как они заявили, они смогли сбить. По вашей информации, какие на самом деле последствия вот этого ночного визита неизвестных дронов на территорию России? Давайте говорить, по аэродрому зафиксирована двойная детонация, которая свидетельствует о поражении, соответственно, и не сосредоточении авиационной техники. И по всей видимости речь идет о складах с нефтепродуктами и имуществом российской АВКС, которые сосредоточены на данном аэродроме. По Туапсе есть данные объективного контроля, которые свидетельствуют о, соответственно, попадании ударных беспилотников непосредственно по цели. Причем идиотизм российской пропаганды заключается в том, что они сообщают о ликвидации возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода общей площадью 50 квадратных метров, но задействовано было более 30 единиц техники. То есть, ну, это несопоставимые цифры – 50 квадратных метров площадь возгорания и такое количество только специализированной техники, задействованной в тушении пожара. Что свидетельствует соответственно, по всей видимости, о серьезных последствиях удара украинских беспилотников. Следует отметить, что тактика Главного управления разведки Министерства обороны в использовании так называемой волновой атаки, то есть было несколько ударов по данным объектам, свидетельствует и об изменении тактики и стратегии украинской стороны. И причем украинское разведсообщество прекрасно понимает возможности российской системы ПВО, а именно то, что она не в состоянии адекватно реагировать на так называемый роевой характер атаки украинских беспилотников. То есть то, о чем сообщают сами россияне – более 70 беспилотников. Это беспрецедентные по количеству атаки украинской стороны, которые свидетельствуют, а, о возросших возможностях украинского Укроборонпрома в моменте выпуска ударных беспилотников, и, как я уже говорил, изменение тактики и стратегии удара украинской стороны. Причем, посмотрите, ни один день фактически не остается без внимания украинского разведсообщества в моменте нанесения удара по силовой инфраструктуре непосредственно на территории самой Российской Федерации. Буквально накануне были удары украинских беспилотников, главного управления разведки Министерства обороны, по военному аэродрому в Миллерова. Он расположен на расстоянии порядка 150 километров от линии боевого соприкосновения. И именно данный аэродром доставляет большие проблемы украинской стороне в моменте использования его штурмовой авиации противника для нанесения ударов по позициям вооруженных сил Украины с использованием ФАБа. Но, как видим, и эта ситуация нашла понимание у Главного управления разведки Министерства обороны. А сегодня уже был удар, я еще раз подчеркну, по очередному военному аэродрому на территории Российской Федерации. Но следует отметить, если бы было бы разрешение Соединенных Штатов о нанесении ударов по данным аэродромам с использованием оперативно-тактических комплексов атакам с кассетной боевой частью, последствия для россиян были бы просто катастрофические. Ну, то есть, вы полагаете, что это, скорее всего, были дроны, да? Вы сейчас вспомнили об ударе по Миллерова, это аэродром действительно в Ростовской области. Но вот там, судя по снимкам, снова-таки спутниковым, повреждены здания техническо-эксплуатационной части, здания склада ГСМ, горюче-смазочных материалов. И на снимках видно, вот как мы можем сейчас разобрать, что ни один самолет не пострадал. Как вы полагаете, это был специальный удар как раз-таки по инфраструктуре? В первую очередь выводили со строя объекты обеспечения аэродрома. То есть, из кладычники с горючими материалами и, соответственно, так называемые диспетчерские пункты, пункты управления полетами. Без этих двух инфраструктурных объектов аэродром – это не более чем место возможной дислокации. Без отсутствия, соответственно, управления полетом ни один самолет не поднимется и не сядет на взлетно-посадочной полосе. Ну и уж не говоря о склада с ГСМ. Поэтому целью удара, соответственно, была инфраструктура данного аэродрома. Причем следует отметить, что за последние дни Российская Федерация предприняла шаги так называемые превентивного характера в моменте передислокации самолетов тактической авиации на аэродром Оленек. А вот это уже свидетельство того, что Российская Федерация прекрасно понимает возможные дальнейшие сценарии нанесения ударов по аэродромам базирования так называемой ядерной триады Российской Федерации. Речь идет о тактических, соответственно, ТУ-160 и самолетах, способных нести ядерные боялоги. Причем аэродром Оленек находится от границы с Украиной на расстоянии 1800 километров. То есть речь идет об Олене, Энгельс, правильно, и какой-то третий? Энгельс с Энгельса перебандировали. Энгельс это Саратовская область, 600 километров. То есть вы говорите сейчас о триаде аэродромов, это Оленек? Триада это ядерная триада так называемая. То есть тактические бомбардировщики одна из составляющих, ядерной составляющей Российской Федерации. То есть они сейчас берегут, они понимают, что вот такие удары могут затронуть и эти самолеты? Конечно, в первую очередь. И причем удар по аэродрому Энгельска, о котором вы уже вспомнили, четко засвидетельствовал то, что даже данный аэродрома, он является стратегическим для Российской Федерации. Он не прикрыт системами ПВО. И в это же время российские паблики, в том числе и мировые, сообщают о том, что системы ПВО передислоцированы для прикрытия резиденции российского диктатора в Балдае. Причем там сосредоточено порядка семи единиц, которые катастрофически нужны россиянам для прикрытия хотя бы военных аэродромов. Дмитрий, еще о таком хочу спросить. Служба безопасности Украины провела операцию в районе озера Донузлава в оккупированном Крыму. Атакована российская военная база в Новоозерном. Уничтожена патруль-десантный катер «Тунец». Ну, морской бой, так сказать, дело для Украины уже привычное. А вот что находилось на этой военной базе? Давайте говорить о том, что Донузлава – это не первая атака уже морских беспилотников. Причем как служба безопасности Украины, так и, соответственно, Главное управление разведки Министерства обороны. Данная база используется как место постоянной дислокации катеров береговой охраны, которые используются, соответственно, для патрулирования местности и прикрытия стратегических логистических объектов Российской Федерации. В первую очередь речь идет, соответственно, о Крымском, либо, как его еще называют, Керченском мосту. Поэтому это, можем говорить о том, что нанесение удара по данной базе свидетельствует о комплексном характере операции украинской стороны в моменте нейтрализации так называемой активной обороны основных логистических объектов. В первую очередь это инфраструктурные объекты, Крымские и, соответственно, Ченгарские мосты. Это то, что основное находится в прицеле сейчас украинских сил обороны. И следует говорить о том, что параллельно с ударами по Донузлаву наносятся удары по системам противоракетной обороны оккупантов, которые прикрывают те же мосты от ударов украинских беспилотников. А вот это комплексное решение вопроса нейтрализации активной системы обороны свидетельствует, еще раз повторяю, о возросших возможностях украинской стороны. Давайте далее поговорим о ситуации на фронте. Запорожское направление. Мониторинговые каналы сообщают о наращивании сил российских войск на этом участке фронта. А какое количество уже накопили? И какой план оккупантов на этом участке фронта? План это обострение ситуации с целью отвлечения оперативных резервов вооруженных сил Украины с основного направления российского наступления. Это Донецкая область. Поэтому не случайно резкая активизация боевых действий из нескольких одновременно участков фронта. Это Малая Татмачка, Гуляйпольское направление и, соответственно, работе на вербовое. По разным оценкам можно говорить о том, что численность российской группировки превышает порядка 70 тысяч личного состава. Причем следует отметить, что на работе на вербовом направлении это были подразделения воздушно-десантных войск, наиболее подготовленные и мотивированные части вооруженных сил Российской Федерации, которые вследствие успешных действий вооруженных сил Украины фактически были обескровлены. Сами россияне вынуждены были признать, что тем черта дивидия воздушно-десантных войск была выведена на доукомплектацию из-за катастрофических, это прямая речь российских пабликов, потерь в личном составе. Причем отмечается то, что на данном направлении у силы обороны Украины тотальное превосходство в малом воздухе. Это эпидроны и так называемые сбрасыватели. Причем российские оккупанты отмечают то, что за день боевых действий украинская сторона может применять до 300 эфидронов на отдельном участке фронта. Отдельно отмечаются и возросшие возможности украинских средств поражения, в частности эфидронов, в моменте удара по территории временно оккупированной Запорожской области вглубь до 30 километров, что фактически ставит на паузу возможность логистики оккупационной армии. Это проведение ротации, вывоз раненых и подвоз БК. Вот эти успешные действия украинской стороны, они фактически блокируют возможность российского наступления на данном направлении. А по поводу направления Южного, хочется поговорить о селе Крынки. Там официально нет сил обороны, они вышли, и фактически населенного пункта этого нет, там просто руины, камни. Но какая там сейчас наблюдается ситуация, как ведет себя враг? Давайте говорить о том, что вышли, потому что не за что закрепиться. Село прекратило свое существование. Российские оккупанты используют свою излюбленную тактику так называемой «бышенной земли». Тогда населенный пункт фактически стирается с лица земли, не давая возможности силам обороны Украины продолжать активный характер боевых действий. Это и произошло в Крынках, поэтому никакой зрады, как это пытаются разогнать украинские СМИ, нет. Силы обороны Украины отошли на другой участок. Само село Крынки, оно находится в так званом «серяке», то есть серой зоне. Оккупанты не контролируют данный населенный пункт. Причем следует отметить, что в зависимости от оперативной ситуации силы обороны Украины могут иметь от 8 до 10 плацдармов одновременно на временно оккупированной левобережью Херсонской области. На данный момент ожесточеннейшие бои ведутся в так называемой «островной части» Дельки-Днепра. Причем оккупанты отмечают опять-таки возможности силы обороны Украины в моменте нанесения огневого поражения с использованием нескольких факторов, как географический правый берег выше, так и соответственно тактико-технические характеристики. Я уже отмечал, что вследствие успешных действий силы обороны Украины и соответственно Главного управления разведки Министерства обороны был нанесен удар по командно-штабному пункту группы войск Днепр. Причем на момент пребывания командующего данной группы войск генерала Теплинского, который получил тяжелейшее ранение вследствие огневого поражения силы обороны Украины. Вот это свидетельство от того, что фактически вся территория левобережья Херсонской области находится под тотальным огневым контролем сил обороны Украины. Что не позволяет оккупантам соответственно проводить успешный характер боевых действий, тем более рассматривать возможность проведения десантных операций на непосредственной территории, контролирующей силами обороны Украины. Мы сегодня обсуждали с вами уже снимки с разных спутниковых с разных спутников спутников и снимки. Вот если проанализировать карты Дипстейт, то видно, что россияне начали использовать так называемую ползучую тактику, точнее тактику ползучего наступления. Насколько такая тактика оправдана с учетом их потерь на фронте? Давайте говорить о том, что данную тактику они демонстрируют с момента начала наступательной действия, это еще во время боев в Адельте. Они прекрасно понимают, что возможности развить тактический характер успеха в оперативной, стратегической, нет возможности. И в первую очередь благодаря тому, что изменилась ситуация с военно-техническим сотрудничеством Украины с нашими стратегическими партнерами. Речь идет о предоставлении наконец-то помощи в моменте поставки артиллерийских снарядов, средств поражения ударных беспилотников, ну и соответственно ствольной реактивной артиллерии, что значительно снизило темпы продвижения российских оккупантов. Да, на данный момент есть тактические успехи оккупантов. Но еще раз подчеркну, следует отметить то количество потерь личного состава, которые россияне несут ежедневно, оно увеличилось с 800-900 до 1300. Чем оправдана данная тактика? Пытается использовать как раз ситуацию с выборами в Соединенных Штатах, так называемую оперативную паузу наших стратегических партнеров, которые демонстрируют нежелание обострения ситуации с Российской Федерацией на момент проведения выборов в Соединенных Штатах. И, соответственно, россияне будут пытаться использовать данную ситуацию до конца, не считаясь с количеством потерь среди личного состава. На данный момент можем говорить, что оккупационная армия увеличила ежемесячное пополнение личного состава с 30 тысяч, о чем говорилось в мае месяце, до приблизительно 40-50, но за счет неподготовленных, необученных подразделений. То есть используют фактически мясо, которое прошло курс боевого сваживания в течение полутора-двух недель. Вот антирекорд вчера был зафиксирован в Харьковской области, там тревога длилась более 38 часов. Это связано с тем, что россияне вероятно готовят новое наступление на севере области в районе села Глубоково. Ну вот о вероятных по крайней мере попытках прорваться на Харьков заявляет замкомандира 3-й штурмовой Максим Жорин. Ну вот с учетом проведенной работы над ошибками и нами и врагом. Каковы шансы россиян? Как думаете? Ну давайте говорить о том, что на данный момент продвижения россиян на Харьковском направлении практически нет. Да, введены уже введены действия подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, место постоянной дислокации Владивосток. но давайте говорить о том, что в результате успешных действий вооруженных сил Украины на данный момент есть тактические успехи именно у наших защитников. Это касается Волчанска, освобожденный ряд улиц данного населенного пункта и соответственно в районе глубоко, несмотря на определенные тактические успехи оккупантов есть такие продвижения порядка 100 метров нет основного перехвата тактической инициативы, которая на данный момент у вооруженных сил Украины. Более того, еще раз подчеркну, вооруженные силы Украины проводят успешные контратаки как непосредственно в Волчанске, так и соответственно это территория шлейной фабрики, так и соответственно непосредственно в районе глубокая. Причем сами оккупанты отмечают то, что вооруженные силы Украины пили ряд десантных операций в моменте переброски личного состава на другой берег водохранилища с целью опять-таки оперативного окружения российской силы сосредоточены в данном районе. Еще одна из важных тем на мировом уровне это противовоздушная оборона Украины. Действительно тема которая длится уже давно и вот вчера президент Владимир Зеленский в своем обращении сказал, что в страну прибыла уже прибыла еще одна система Патриот, которая была обещана Германией. А как скоро могут поступить другие обещанные партнерами системы противовоздушной обороны и речь не только о Патриотах. Понятно, что много ПВО не бывает, но вот чтобы можно было сказать, что уже сейчас в Украине достаточно средств для защиты неба. Сколько еще должно приехать? Ну, давайте говорить о проанонсированных системах противоракетной и противовоздушной обороны. Это, соответственно, Патриотов и САМПИ, и сюда же входит САМПИ, франко-итальянская. Данное количество это серьезное улучшение возможности сил обороны в моменте нейтрализации ракетных атак российских оккупантов. Плюс, кроме уже упомянутых зенитно-ракетных комплексов САМПИ и Патриот, мы ожидаем несколько десятков на САМСов. Это средства противовоздушной обороны среднего радиуса. И, соответственно, мы ожидаем и средства противовоздушной обороны малого радиуса. То есть, те, которые будут работать как раз по беспилотникам и аэродинамическим целям непосредственно на линии боевого соприкосновения. Не случайно сегодня и главнокомандующий Сырский заявил о том, что украинская сторона нуждается в усилении как раз данного компонента противовоздушной обороны. А когда будут, ну, я думаю, первыми, кто об этом узнает, будут именно российские оккупанты в моменте эффективной работы украинских систем противовоздушной и противоракетной обороны. На данный момент можем говорить, что атака российских оккупантов последняя с использованием комбинированного характера атаки, еще раз подчеркну, это и БПЛА, и, соответственно, ракеты была успешно отражена украинской системой противовоздушной обороны. Еще о таком хочу спросить. В рамках чешской инициативы Украина получит еще 100 тысяч артиллерийских снарядов от западных союзников. Поставки ожидаются в течение следующих двух месяцев, это заявил глава МИД Чехии. И он, кстати, сказал, что Россия пытается сорвать эти поставки, поэтому вот страны, где закупают, не разглашают. Насколько это поможет на поле боя? У нас буквально полторы минуты, если можно коротко. Серьезно поможет. Давайте говорить о том, что уже 50 тысяч пришло, и оккупанты отмечают возросшие бои активно силы обороны Украины. Соответственно, дальнейшие поставки артиллерийских снарядов замедляют темпы российского продвижения. Касательно действий российской стороны это было прогнозировано, потому что первые поставки ожидались еще в конце мая, но, к сожалению, были следствия действий российской спецслужбы российской демпроматии перенесены на месяц позже, но уже поставки пошли. Это свидетельствует о коллективных усилиях наших стратегических партнеров в моменте выполнения своих обязательств. То есть она как пытается сорвать поставки? Она шантажом? Как на дипломатическом уровне, так и в моменте проведения актов саботажа и диверсии непосредственно на оборонных предприятиях стран европейского сотрудничества и других стран, которые задействованы в осуществлении данной инициативы. Дмитрий, спасибо вам большое, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру и за этот разговор. Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, был с нами на связи. Телеграм-канале Freedom. Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь. Редактор субтитров